МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 12 ноября. Вы смотрите программу День веков хронограф. Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлианна Шахова. 12 ноября в 1840 году в семье скромного служащего родился Агюстр Аден, французский архитектор. В 1854 году, преодолев сопротивление отца, он поступил в школу математики и рисунка, которая готовила мастеров художественного ремесла. В школе преподавал педагог Ликок де Бободран, приучавший будущих художников рисовать по памяти, что особо нравилось Радену. Позднее он часто посещал выставки импрессионистов и даже оставил с ними в мужские отношения. Под влиянием искусства импрессионистов будущий скульптор предпринимал три попытки поступить в школу изящных искусств. Однако все они оканчивались неудачно. После чего Раден начал зарабатывать на жизнь декоративной скульптурой, но его первые работы, в числе которых была и Маска, не находили отлика. В 1875 году Раден отправился в Италию через Реймс. Впечатления от встречи с искусством готики, Донателло, Микеланджело вдохнули в него новую энергию. Он лепил статую обнаженного юноши «Бронзовый век». А надо сказать, что главную задачу скульптора Раден видел в том, чтобы воссоздать чудо жизни, то есть передать ощущение напрягающейся мускулатуры и уловить естественный ритм, присущий живому организму. Но при этом не подгонять современного человека под античный образец, под холодные статуи классицистов. И Радену это удалось. Хотя «Бронзовый век» в начале был встречен неодобрительно, через некоторое время статую приобрело государство. Известность Радена росла, и он получал важные государственные заказы, в числе которых оформить двери для музея декоративного искусства. И Раден выбрал тему, в стиле которой планировалось оформить ворота. Это «Врата ада». Она навеяна прежде всего божественной комедией данной. К сожалению, музей, для которого предназначались врата, построен так и не был. Но Раден трудился над ними до конца жизни. И в процессе работы отдельные группы приобрели самостоятельное значение. Это «Мыслитель», «Тень», «Адам», «Ева», «Прекрасная Амьер», «Данаида» и «Поцелуй». Хочу добавить, что Раден мечтал о создании монументов, которые предстояли на площадях и улицах городов. Таким стал памятник «Граждане Калле», посвященный эпизоду Столетней войны, который имел место во время осады Калле в 1347 году. Он представляет собой шествие на казнь шестерых заложников, добровольно согласившихся принять смерть, чтобы спасти жизнь сограждан. Наш дальнейший рассказ о человеке, который свой след оставил сразу в двух областях – науки и искусства. Александр Порфирьевич Бородин – русский композитор и ученый-химик. Он родился 12 ноября в 1883 году. Внебрачный сын князя Гидеанова. При рождении он записан как сын крепостного слуги князя Порфирия Бородина. В 1856 году Бородин закончил медико-хирургическую академию, а спустя два года стал доктором медицины. В 1860 году в Петербурге занимался научно-педагогической и общественной деятельностью. В это время он и начал писать романсы, фортепианные пьесы, музыку для камерно-инструментальных ансамблей. Надо сказать, что творческое наследие Александра Бородина, хотя и невелико по объему, но является ценным вкладом в русскую классику. Его наиболее значимое произведение – это опера «Князь Игорь». Бородин писал это произведение целых 18 лет. Дело в том, что из-за большой загруженности научной и педагогической работы он писал очень медленно. А еще Александр Порфирьевич является создателем русских классических симфоний и квартета, среди которых особое внимание привлекают его симфонии первая и вторая, богатырская. Но все же основным его занятием были исследования в области химии. Бородина – автор более 40 работ по химии. Им написана докторская диссертация на тему об аналогии фосфорной и мышьяковой кислоты в химических и токсикологических отношениях. А в 1874 году стал руководителем химической лаборатории медико-хирургической академии. Кстати, Бородин был одним из организаторов и педагогов высшего учебного заведения для женщин женских врачебных курсов. Сегодня 12 ноября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». И в завершении нашей программы мы расскажем вам о погоде и, конечно же, о народных приметах. 12 ноября 1465 года из-за продолжительного периода жаркой и сухой погоды в Твери случился пожар. Сгорела половина территории Кремля. В 1476 году осень выдалась сухая и очень студенная. 12 ноября замерзли реки на московской земле. 12 ноября 1972 и 1977 годов в Москве была зарегистрирована самая высокая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она составила плюс 8,5 градусов. В этот день православная церковь почитает память мучеников Зиновия, епископа Эгейского и его сестры Зиновия в праздновании озерянской чудотворной иконы Божьей Матери. А в народе этот день называли Зиновий и Зиновия или праздник Синичек. А в народе говорили, не велика птичка Синичка, и та свой праздник помнит, прилетает. Птицу эту в народе называют девятисловой. Она, мол, ведает и смехом, и слезами, и знает ласковое верное слово. А главное, она хранительница вещего слова. Верили, что, ведая о незримом, Синица может сказать задуманному «Быть ли? Счастье ждать ли?» Для этого достаточно было задумать интересующий вопрос и задать его Синице. А уж ответ каждый толковал по-своему. Этот день – девичий праздник, непременное блюдо которого – курица и каша. А приметы на этот день были следующими. Массовое появление синиц около домов – это признак наступления больших холодов. Синичка пищит, зиму вищит, Холод накликает. В этот день мастерили кормушки для птиц. А еще в этот день открывался пушной сезон, праздник для рыбаков и охотников. Родившиеся в этот день нравом чисты и кротки, им следует носить хризалит. С вами была программа «День веков. Хронограф» и мы ее ведущие. Я Юлиана Шахова. И я Юрий Смирнов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин